Я рад, что вы с нами сейчас, что вы смотрите повтор передачи или вновь пересматриваете ее. Я уверен, что вы проведете ваше время с пользой. Мы начинаем новый цикл на тему «Что, если вы заболеете?». Я сам накопил необходимый опыт болезни за прошедшие месяцы. Я хочу этим опытом с вами поделиться, чтобы мы все извлекли из него уроки. Сейчас во всем мире бушует коронавирус, и эта тема актуальна для всех. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, что если придет такой день, когда сбудется самый плохой прогноз? Что если вирус будет быстрее мутировать, чем будут изобретены вакцины против новых штаммов? Мы же не можем целую вечность сидеть на карантине. В этой связи возникает вопрос, а где же тогда наша вера? Для начала я очень рад, что у меня есть моя вера. Так же, как вы радуетесь, что не забыли зонтик в дождливый день. Позвольте мне прибегнуть к сравнению. Во время хорошей погоды, если вы взяли с собой зонт, вам, наверное, тяжело, неудобно. Вы тащите тяжелый предмет под мышкой, который вам в этот момент не очень-то и нужен. У моей жены Илоны, и у вашей жены, наверное, тоже есть бездомная сумочка. И в ее сумочке тоже лежит зонт на случай дождя. Между прочим, эта сумочка — решение на все случаи жизни. Если мне что-то нужно, я спрашиваю Илону, «Есть ли это у тебя?», то она отвечает, «Конечно, это лежит у меня в сумке. Если я начну что-то искать в этой сумке, то я никогда там ничего не найду. Я же мужчина». А Илона возьмет свою сумку, посмотрит в нее и радостно скажет, «Вот, нашла». В этой сумке есть все, что тебе пригодится в жизни. И также со Словом Божьим. Все, что нам нужно, уже есть в Слове Его. Дамскую сумочку Илона и зонт вы по-настоящему оцените только тогда, когда пойдет дождь. С зонтом, который вы почти не использовали, вы не умеете хорошо обращаться. Если вам нужно его открыть, вы вертите его в руках, пытаясь открыть или закрыть. Когда вас застал сильный дождь, ветер или гроза, и ваш зонт выворачивает наизнанку ветром, вы пытаетесь выяснить, как же вернуть его в нормальное положение. И так же происходит на примере нашей собственной жизни. Вы попадаете в шторм и задаетесь вопросом, как же сделать так, чтобы моя вера работала в этой ситуации. За прошедшее время, если говорить о моем здоровье, было все. Переменно, облачно, гроза, солнечно. Знаете, когда вы больны, бывают моменты, в которые кажется, что у вас нет больше надежды. Когда симптомы возвращаются, то вы впадаете в разочарование. Если же вы идете на поправку, то у вас появляется надежда, не всегда вызванная помощью врача. И тогда мы благодарим Бога за доктора, врача, хирурга. В исходе говорится, я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением. То есть Бог наделил докторов, врачей, хирургов знаниями и умениями помогать нам в случае болезни. Есть, конечно же, моменты, когда вы чувствуете себя здоровым, когда вы побеждаете болезнь. Какой бы момент я ни выбрал, где бы я ни находился, моя вера остается неизменной. Я верю, что я полностью исцелился благодаря Иисусу Христу. Симптомы и трудности, через которые я прохожу, ничего не меняют в моем отношении к вере. На случай болезни вам надо помнить о пяти вещах. Во-первых, разница между верой как таковой и самим действием, то есть глаголом верить. Знаете, мы не можем предотвратить дождь или грозу, или то, что днем все небо заволакивает тучами и становится темно. Но мы ходим в вере. Что такое вера? Библия определяет веру как уверенность в вещах, которые мы не видим, но они существуют. И мы все неосознанно чувствуем, как работает вера. Мы крепко держимся за нашу веру в то, что после дождя всегда выглядывает солнце. И видите, мы все знаем, что такое вера, не видя, не осязая этого. Мы знаем это и живем по этому принципу. Верить здесь является глаголом и означает использовать веру. И мы все это можем сделать. Как я уже сказал, мы все верим солнцем. Мы верим смену времен года. Мы не всегда видим их, но мы знаем, что они есть. Поэтому мы не впадаем в депрессию от плохой погоды, потому что мы верим, что скоро придет весна. И мы покупаем летнюю одежду или же одежду на следующую зиму на распродаже. Наша вера и то, как мы верим, опираются на наши знания. Применять веру. Это значит говорить и действовать согласно нашим знаниям. В Библии говорится, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. То есть в этом выпуске мы работаем над вашими знаниями в области исцеления. Потому что наша вера основана на знании Слова Божьего. Подумайте над этим, если все существует благодаря Слову. Если все создано Словом Божьим. Если все поддерживается Словом Божьим, тогда и ваш прорыв может случиться только одним способом. И это при помощи Слова Божьего. Если вы боретесь с болезнью или находитесь в трудной ситуации, когда кто-то из вашего окружения болеет, тогда вы думаете про себя. Я должен был сильнее верить. Но вам не нужно иметь больше веры. Вам надо прекратить попытки заполучить больше веры. Все, что вам действительно нужно, это знать. Что же говорит Слово Божье о том, что вам нужно? Тогда у вас будет вера, знание, семечко. И тогда вы будете действовать согласно вере. А действовать согласно вере — это и есть верить. И тогда весь процесс в Царстве Божьем будет соблюден. Семечко — это и есть Слово. Вы сажаете его в землю, вы верны ему, оно всходит, и вы увидите его плоды. Иаков пишет, покажите мне ваши деяния в вере вашей, и я покажу по деяниям вашим веру вашу. Видите? Вера и деяния не могут существовать друг без друга. Вера и действия по вере как два однояйцевых близнеца, как орел и решка. Иаков говорит, что даже у демонов есть вера. Вера без деяний не несет никакой пользы. Это то, что Иаков хочет дать понять. Вера без деяний бессмысленно. Авраам говорит, он верил и действовал. И это зачлось ему в праведность. И это сделало его отцом всех верующих. А мы, верующие, то есть в то, что верил Авраам, наш отец в вере Авраам, верил в Бога, то, что он сделает, то, что обещал. Знаете, Авраам совсем не верил в прощение грехов, потому что он этого еще не знал. Он также не верил в воскресение мертвых, потому что он об этом никогда не слышал. Он об этом не имел никакого представления, но он верил в то, что Бог сделает то, что он обещал. И поэтому Бог возлюбил Авраама, сделал его другом своим. Во-вторых, вы должны понимать разницу между надеяться и верить. В послании к римлянам говорится, что Авраам верил в надежду, супротив надежды. Другими словами, Авраам не верил в то и в другое. Надежда — это утес, но вера побеждает этот утес. Понимаете, надеяться означает всегда в будущем. Вы надеетесь что-то заполучить в будущем. Надеяться — это всегда работать на будущее или в будущее. Надежда основана на том, что вы сами считаете, является решением проблемы, а не то, что думает Господь. Давайте посмотрим на Авраам. У Авраама было обетование. Если у вас есть Библия перед глазами, то вы можете прочитать. И он надеялся, что это был Елиазер, его распорядитель, но Бог ответил «Нет, убери всякую надежду». И Авраам сохранил свою веру. И тогда родился Исаак. Но сначала Авраам должен был пожертвовать своей надеждой. И когда у Авраама не осталось больше ни капли надежды, то осталась только его вера. Она осталась в его деяниях, и он готов был пожертвовать Исааком. И он верил, что Бог так или иначе разрешит это. Если вы больны, вы можете надеяться на вакцину, на лекарства, на доктора, операцию, новый метод лечения. Но я вам скажу, не надейтесь на это все. Ваша надежда — это Бог. Ваша надежда — это Иисус Христос. А Бог найдет вам хороших врачей. Он вдохновит химиков на создание нужной вакцины, действенных методов лечения, чтобы вы снова обрели здоровье. Верьте в Господа, который работает над решением этой проблемы. Господь сможет все. Только вы оставайтесь с Ним. Верьте в Него. Но если вы верите или надеетесь на лекарства, способ или на доктора, тогда вы надеетесь, но не верите. Эта проблема решается очень просто. Если вы благодарите Бога за доктора, за лечение, за вакцину, то вы ставите веру в Бога на первое место. И это не просьба о лечении, потому что Он уже излечил вас, спас вас, как спас вас Иисус Христос. Будьте благодарны за свое спасение. Наша вера — это Господь, который приносит излечение в нашу жизнь при помощи лекарства или же без Него, с помощью лечения или же без Него. Надежда опирается на то, что еще только должно случиться. Надежда всегда смотрит будущее. В Библии же говорится, что надежда, долго не сбывающаяся, томит сердцем. В притчах мы читаем, что веселое сердце благотворно для здоровья. Вера же опирается на то, что уже произошло. Вера всегда сейчас. Почему же? У веры все уже есть. Почему? Потому что Иисус уже все исполнил. Все уже есть в невидимом мире. Вера приносит нам радость. Вера делает нас благодарными, потому что мы знаем, что у нас уже все есть. В Библии говорится, веселое сердце способствует выздоровлению. В сущности, надежды — это вид неверия. Вера и неверия работают одинаково. Они основываются на знании. Неверие — на знании, полученном с помощью человеческих органов чувств. А вера — на знании духовных чувств, на знании слова. Вера и неверие опираются на речь и деяния. Они основываются на действительности, которую вы принимаете. Вам нужно знать, что Слово Божие почти всегда прямо противоположно человеческому восприятию. В Библии говорится, что душа противопоставлена плоти. Стремитесь к душе. Павел говорит, если вы стремитесь к духовному, то плотское больше не победит вас. Как же нам стремиться к духовному? Очень просто. Я использую метод Иешуа и Халева. Во-первых, остаюсь смелым и мужественным. Во-вторых, не жду исполнения обещаний. Молись. И не только изрекай Слово, но и действуй согласно. И так же, как Иешуа и Халев, «Вставай и омой ступни свои в Иордане». Несмотря на время года, несмотря на то, что Иордан вышел из берегов, вставайте и побеждайте врагов, великанов. Вставайте и завоюйте укрепленные города, которые бастионами стоят в вашей собственной голове. «Господь победит всех демонов в вашей жизни», говорит Иаков, «и они все покинут вас». Вставайте и пообещайте себе, вставайте и возьмите себе ту жизнь в изобилии в земле обетованной. Бог говорит, «Я с тобой». «Я в тебе». «Будь сильным и смелым». А Петр пишет, «Возлюбите, как младенца в вере, чистое словесное молоко». А молоко — это как слово. Оно нужно вам для того, чтобы расти. Слово нужно вам, чтобы убедить плоть в том, чтобы победить плоть и человеческие чувства. Духовный младенец растет постепенно от веры, которая опирается на Слово Божие. И по мере того, как вера его больше не базируется на чувственном восприятии. Подумайте, как родители, вы можете предупреждать, о чем хотите, но дети в 2-4 года и подростки все равно хотят видеть, чувствовать и набираться опыта. Наши подростки, которые посредством вреда, стыда и упрямства набираются мудрости, взрослые же верующие знают вот что. Начало любой мудрости — это страх Господень. Бояться Господа значит не игнорировать Его Слово. Не думать, что вы знаете лучше, чем ваш Небесный Отец. Причек говорится, «Сын мой, словам моим внимай и к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они — жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела Его». Почему? Они есть жизнь для того, кто примет их, и они исцеляют все тело, ваше подобно лекарству. Слово Божие и есть ваше лекарство. Ну а в-третьих, вам нужно понять разницу между верой и разумным, религиозным согласием. Я бы сказал, Адам олицетворяет собой неверие, жизнь согласно собственным плотским желаниям, что приводит к непослушанию. Авраам же олицетворяет собой веру, которая побеждает надежду, что делает его отцом всякой веры. Моисей же — образец послушания Господу, но он становится образцом, по большей части, религиозного мировоззрения, теизма. И затем приходит Иисус. Он приходит в религиозный мир, в котором придуманы уже свои законы. Иудеи согласны со словом, с Библией, но они живут по своим человеческим представлениям и интерпретациям. Иисус тем самым очень удивился неверию иудеев. Если же мы хотим понять высказывания Иисуса о вере, то мы должны поместить их в правильный контекст. Он обращается к неверующим иудеям, а не к язычникам. Он не к нам обращается. Иудеи уже приняли Слово Божие, но по-своему интерпретировали его с помощью своих человеческих установок. Религия надеется получить то, что обещано Словом, но потому что они действуют не истинно, они не получают того. Иисус говорит о возможностях нового времени, в котором мы сейчас находимся. Иисус объявляет о возможностях Царства Божьего. Иисус говорит о том, что может сделать вера с неверующим народом. Все возможно для того, кто верит. Нам это надо видеть в данном контексте. Мы имеем Царство Божие внутри нас. И мы имеем ту же веру, что и Господь Бог. И поэтому для меня все является возможным. Вспомните сотника. Иисус показывает, что язычники, а это мы и есть, идут впереди иудеев в вопросе веры. Иисус пришел и сказал язычникам, во всем Израиле я не встречал такой веры. И вдруг он встречает женщину-язычницу и говорит ей, «Велика вера твоя! Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам», — сказал он. Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И Господь исцелил дочь ее. Он говорит, «Это моя последняя надежда во всем Израиле». Корона, кризис в квадрате. И только язычники исцелились. Несмотря на то, что он был послан к народу Израиля, который верил в истинного Бога. Когда во всем Израиле настал голод, велел Господь пойти Илье к женщине-вдове, и она была спасена от голода. Потому что эта вдова действовала по воле Господа. Илья, вспомните притчу о возвращении блудного сына. Язычник приходит домой, его облекают в лучшие одежды, дают ему обувь и перстень на руку, а старший еврейский сын стоит на улице и сердится. Язычник, блудный сын, действовал по своей вере в своего отца. Вера, которая работает. Вера, которая приходит в действие. Вера, которая предпринимает шаги. Вера, которая работает, это вера, которая действует. Наша вера несоровнима с верой учеников Христа. Смотрите, все ученики следовали за Христом, видели Его, слышали Его лично, были в присутствии Его. Они всеми органами чувств внимали Ему. Они были рядом с Ним с самого начала, с уровня младенцев на уровне органов чувств. В конце своего земного путешествия, говорит Иисус, блаженно не видевшие и уверовавшие. Это Он говорит о нас с вами. Мы с вами те самые дети язычника Авраама. Мы не видим, но мы верим. И мы совершаем деяние в вере нашей, чтобы получить обетование Господа. Это «Вера в деяние». Книга «Деяние» — само название нам об этом говорит. Она не называется «Книгой веры». Речь в ней идет о людях, которые действуют согласно вере своей, о героях, живущих в вере и действующих согласно. То есть они действуют, опираясь на вещи, которые они еще не видели, которые не могли еще увидеть. Как же вы попадете в Царство Божие? Это важный вопрос. Вы попадете туда благодаря вере и послушанию, так же, как и Авраам, наш отец, верим. Поэтому говорится в Библии «По вере вашей да будет вам». И действие будет крещен. Видите? Верить Слову Божьему — это душа, а действие — это погружение в воду. Да, говорят люди. И что это за мода на крест? Да и крещение не так уж и важно. Убийца был спасен, потому что он верил. Ему не нужно было больше Царства Божие. Он сразу же отправился в рай. Но здесь и сейчас ходить в Царстве Божьем, как новые создания, как сыны Божьи, и увидеть совершение всех обетований Господа — это то, что нам нужно. И вы войдете в Царство Божие с помощью веры и крещения. Вера — это действие, а действие означает принятие. Вы не удивились, что нигде в деяниях или в послании Петра нигде нет призыва к вере, но есть призыв к действию согласно Слову, чтобы мы получили, приняли, встали и взяли то, что нам обещано. Посредством деяний в вере мы становимся получателями обетований Господа. Всем нам хорошо известны слова. «Покайтесь и докрестятся каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». «Покайтесь» — не означает здесь. «Перестаньте делать то или иное, как думают многие». Нет. Мы не проповедуем Евангелие, в котором люди должны перестать что-то делать. Мы проповедуем Евангелие, по которому люди получают что-то. «Покаяться» — это не перестать что-либо делать, а изменить образ мыслей, потому что мы хотим получить то, что Господь в лице Иисуса Христа хочет нам дать. Сначала покайтесь, затем креститесь. Крещение — это действие, и посредством этого действия вы получите обетованное Господом. Что же Он обещает? Получите прощение грехов. Получите то, что вы стали невиновным. Примите то, что вам прощается вина, стыд, наказание и грехи. Все исчезает, подобно тому, как исчезает при свете тьма. Он говорит «прими», «возьми Дух Святой», «возьми силу», «умение», «стремление к святой жизни», «силу жить в Духе Святом». Позвольте мне прояснить на еще одном библейском примере. Руфь, бедная Руфь, должна была собирать колосси, когда она пришла в Вифлеем, и сводить концы с концами. Руфь доверилась Ваозу. Руфь не перестала быть бедной, ее заботы не исчезли. Она не перестала быть язычницей. Руфь вышла замуж за Ваозом. Ее брак с Ваозом положил конец бедности, заботам, тяжелой работе, лишениям, одиночеству, изоляции. Руфь при помощи всего лишь одного деяния получила все, что имел Ваоз, а мы выходим замуж за Иисусом, нашего жениха, с помощью одного деяния — крещения водой. Мы надеваем кольцо, печать Святого Духа. И все, что было у Иисуса, становится и нашим тоже. Иисус сделал вам предложение. Скажите «Да, я согласна». Вставайте и станьте единым целым с Иисусом. Вставайте и возвращайтесь домой, как блудный сын. Позвольте крестить себя. Вставайте новым человеком в Царстве Божием. Ведь вход в него возможен для того, кто уверовал и крестился водой. Новый союз как брачный контракт, без обязательства, который приносит вам одни благословения. Вы спросите меня, как же сделать так, чтобы этот контракт работал на вас? Очень просто. Совершая деяния, отстаивая свои права по этому контракту. И вот мой пятый пункт. Вера. Вера в контракт. Верить значит действовать в соответствии с этим контрактом. Этот контракт описывает, что и кто мы есть в результате воскресения Иисуса Христа из мертвых. Кто мы есть, когда мы словно возвращаемся живыми вместе с ним из-под воды, как из гробницы. Контракт описывает нашу божественную суть, наше социальное положение, нашу гражданскую позицию, наше наследство. Говорит, что мы едины с Господом, что мы так похожи на Него, что мы вечны. Контракт также описывает, как работает вера. Как же работает вера? Очень просто. Молитесь Отцу нашему на основании контракта во имя Иисуса до тех пор, пока Отец следует условиям контракта. Верующий не просит о чем-либо. У него уже все есть. У верующего есть право на то, чего недостает ему в соответствии с контрактом. Верить означает действовать в соответствии с верой, с контрактом, с правдой. Вам надо знать следующее. Враг проповедует ложь тем людям, которые знают о контракте или же недостаточно хорошо его знают. То есть у них не хватает знаний. Давайте обсудим несколько примеров такой лжи. Какая же ложь бывает, например, в ситуации, когда вы болеете, Бог посылает вам болезнь. Правда в том, что Бог наслал болезнь на Иисуса, чтобы мы с вами остались здоровы. Иисус пришел, чтобы сломить силы тьмы. И в Библии говорится, что Он исцелил всех и вся, освободив их от дьявола. Он исцеляет вас, избавляя от дьявола. Болезнь — это несправедливая одержимость бесами. Иисус исцеляет дочь женщины, которая пришла к Нему, освобождает ее от бесов. А другая женщина, которая на 18 лет была связана с сатаной, говорит Иисусу, она должна быть освобождена, потому что у нее, как у дочери Авраама, есть на это право. Вторая ложь — вы согрешили и поэтому больны сейчас. Это ваше наказание. Но правда в том, что Иисус уже искупил все наши грехи. Он уже перенес все страдания. Я через второе рождение и крещение стал частью тела Христа, воскресение Его. Бог не наказывает Иисуса два раза. И Господь не позволит Иисусу второй раз выносить все страдания и болезни. Поэтому болезнь несправедлива, потому что я есть часть тела Иисуса Христа. Третья ложь — вы недостаточно сильно верите. Но правда в том, что вы родились от Иисуса Христа. У вас уже есть Его вера. Вы уже верующий. Вам следует только совершать деяния по вашей вере. Четвертая ложь — исцеление не для всех. В действительности выздоровление — это хлеб, предназначенный для детей. А мы, мы есть дети Небесного Отца, поэтому выздоровление для нас — пятая ложь. Если вы боретесь с болезнью, и вы все же проиграли и остаетесь больным, то вы проиграли, или же у вас недостаточно веры. Мы выигрываем всегда, потому что болезнь у нас не отняла нашу веру. Как говорит Павел, мы вынесли битву и сохранили нашу веру, веру в нашего Небесного Отца, потому что мы — дети Божии. Это наша победа над тьмой. Все создано и сделано благодаря Слову, и все существует благодаря Ему. Иисус — это Слово. Все обетования уже сбылись и могут осуществиться только посредством Слова. Давайте же еще раз подведем итоги, что же такое Слово Божие, прежде чем мы начнем молиться об исцелении. Чтобы мы смогли молиться с позиции знания. В притчах говорится «Слово — наше лекарство». В 107-м псалме говорится «Послал Слово свое и исцелил их». У Исаии в 53-й главе написано «Ранами его мы исцелились». Здоровье — это хлеб детей. Мы есть дети. Тело — это хлеб Иисуса. В послании к Коринфянам говорится «Болезнь приходит, потому что мы не различаем тело Христова». Мы есть тело Иисуса. Мы — Христос. Я сам есть тело. Я есть Христос. А грехи и болезни не должны существовать в теле Христовом. Христос уже понес наказание и страдание за наши грехи. Мы оправданы и исцелены Иисусом. Мы есть новое создание. Грехи и болезни не будут властвовать над нами. А лишь благодать, милость и доброта Божия. И видите, мы не молимся об исцелении. Мы уже исцелены. Мы благодарим Отца нашего и просим Его дать нам то, что принадлежит нам по праву. Давайте приготовимся к молитве. Молитесь вместе со мною. Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы Твои дети. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты послал Иисуса во искупление наших грехов и во имя исцеления от всех наших болезней. Отец, Ты послал нам Слово. Ты послал Иисуса живое Слово. Благодаря Ему мы были исцелены. Благодарим Тебя, Отец, за наше исцеление. Спасибо, Отец. Ты справедлив. Ты держишь Слово Своё. Всё, что Ты послал в Слове, сбылось. И будет сбываться. Все обетования будут выполнены. Болезнь несправедлива. Болезни нет места в теле Иисуса. Мы есть тело Иисуса. Спасибо, Отец. И во имя Иисуса мы апеллируем к Новому Завету. И мы изгоняем любую силу греха и болезни. И изгоняем их из тела во имя Иисуса. Во имя Иисуса вставай и иди. Во имя Иисуса вставай и иди. Во имя Иисуса вставай и услышь. Во имя Иисуса вставай и смотри. Во имя Иисуса вставай и исцелись, будь здоров и силен. Аминь.